Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Железная дорога в объезд Краснодара официально открыта. Новая магистраль протяженностью 65 километров соединила сразу три района Кубани. Масштабный проект – это новые возможности для экспортного потенциала региона и развития экономики всей страны. Тротуар из вторсырья в Сочи пешеходные дорожки изготавливают из переработанного пластика. Вторую жизнь пластику, стеклу, дереву и металлу на курорте дают 12 компаний. Бизнес-инкубатор для сочинской молодежи, школьники и студенты готовы презентовать инвесторам 31 готовый бизнес-проект. Направление от фэшн-индустрии до чат-бота-юриста. Сразу три турпроекта запустят в Сочи в новом летнем сезоне. Это туристский информационный центр, пешие маршруты и скидочная карта. В Сочи появился тротуар из вторсырья. На улице Новогинская в районе Цума пешеходную дорожку выложили плиткой, которую изготовили из переработанного пластика. Как в Сочи организована работа по вторичной переработке отходов и будет ли она продолжена с приходом регионального оператора, расскажем в нашем следующем сюжете. Казалось бы, самая обычная пешеходная дорожка. Но это только на первый взгляд. Плитка, которая выложена, сделана из переработанного пластика. Материал гораздо прочнее бетона, не боится сырости, невысоких температур. А еще не скользит и хорошо моется. Это наглядно показывает представитель компании, которая занимается переработкой пластика. Все. Вот она и помылась. И еще, что важно, такая плитка не потеряет свой яркий цвет. Тротуарную дорожку в качестве эксперимента уложили на Новогинской в районе Цума. Еще одна появится здесь же буквально на днях. Говорят, такая плитка прослужит даже дольше привычной бетонной. Этот материал, который не используется, а выбрасывается на свалке, мы его взяли за основу и на основании его сделали полимер-песчаную плитку. Это достаточно новый инновационный материал. Мало кто о нем знает. И поэтому жители могут сами прийти, то есть пройтись по дорожке, убедиться в его качестве. Сырье для изготовления плитки компании помогали собирать вот эти контейнеры, которые в Сочи установил уже другой предприниматель. Таких боксов для сбора пластика и картона в городе уже 850. Эти отходы сортируем по фракциям, брикетируем и отправляем переработчикам. Пластик в основном уходит у нас в Черкесск. Там есть крупная компания, которая занимается изготовлением текстиля, постельного белья и постельных принадлежностей. То есть из пластика они делают синтепон, который используют потом в одеялах, подушках. В планах компании перерабатывать пластик в Сочи. Для этого нужно закупить оборудование при условии, если сочинцы будут быстрее наполнять специальные контейнеры и не выбрасывать в них все подряд. Вообще в Сочи проект по раздельному сбору отходов запустили всего полгода назад. За это время удалось собрать 4,5 тысячи тонн пластика и картона и порядка 25 кубометров дерева. Этой работой в Сочи занимаются 12 компаний. Они дают вторую жизнь не только пластику и дереву, но и стеклу, металлу и пенопласту. Не занята пока ниша строительные отходы и шины. В перспективе, если задействовать все компании в полную мощность, мы в перспективе сможем забрать на переработку где-то около 30-35 процентов всех отходов, которые есть. Работу по раздельному сбору мусора в Сочи нужно продолжить. Поставил задачу Анатолий Пахомов в ходе протокольной встречи со своим заместителем по ЖКХ. К важному делу должен активно подключиться региональный оператор по сбору мусора. Это край жилком ресурс. Компания будет отвечать за весь цикл обращения с отходами в регионе. Сейчас идет процесс передачи базы абонентов и формирование тарифа. Работа завершится не раньше марта. Стоит задача. Наши горожане не должны прочувствовать ничего в плане повышения. Вот заходит региональный оператор, он должен выполнять все то, что сегодня выполняется. Нам надо продолжить работу по раздельному сбору мусора. Мы должны просто потребовать от регионального оператора о том, чтобы он уже сегодня, до того, как он приступит к работе, по сути дела, познакомился со всей той работой, которая сделана. Она немалая работа. Переговоры провели с регоператором и он действительно намерен все те лучшие инновации, которые в Сочи реализованы уже на данный момент, продолжить безусловно. Анатолий Пахомов поручил собрать совещание с участием представителей регионального оператора и предпринимателей, которые занимаются раздельным сбором отходов. Ведь эту важную работу на курорте нужно не просто продолжать, а наращивать. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Важная дата в современной истории Сочи. Ровно пять лет назад в городе открылись первые в истории страны зимние олимпийские игры. Благодаря проведенной олимпиаде о небольшом южном городе России узнал весь мир. Сегодня Сочи круглогодичный курорт, который по уровню сервиса и комфорта не уступает другим известным курортным городам. В городе были построены новые дороги и тоннели, проложены инженерные сети, и город стал безбарьерным. А еще в Сочи появились современные горнолыжные курорты, ледовые дворцы и стадионы. Эксперты посчитали, если бы не олимпийские игры, для того, чтобы построить все это, городу понадобилось бы больше 50 лет. Сегодня все возведенные к играм объекты активно используются для проведения крупнейших мировых чемпионатов, культурных и политических событий. В год город принимает более 300 событийных мероприятий. В Сочи ежегодно отдыхает около 6,5 миллионов туристов. До зимних игр в два раза меньше. Одним словом, интерес к курорту и спустя 5 лет после игр только растет. Благодаря подготовке к олимпийским играм мы не то что получили новый город, мы получили новые возможности. Именно благодаря той инфраструктуре, которая была построена к олимпийским играм, той дорожной логистике, которая была построена. Тем новым отелям, гостиницам и спортивным базам мы стали совсем другим курортом. Во-первых, мы стали работать круглый год. Во-вторых, мы увеличили почти вдвое количество туристов, которые приезжают к нам. Ну а самое главное, качество услуг. Ведь качество услуг стало значительно лучше. И сегодня многие-многие россияне, да и европейцы выбирают для отдыха город Сочи. Я всех сочинцев поздравляю с этим замечательным событием и выражаю благодарность всем, кто внес свой вклад в строительство олимпийских объектов, кто внес свой вклад в развитие города Сочи. Пять лет со дня старта Олимпиады Сочи отметит по-спортивному. Основные мероприятия запланированы на 10 февраля. В этот день можно будет бесплатно покататься на в айсберге, подняться на канатной дороге в горы, прогуляться по мосту в скайп-парке и посетить хоккейный матч. На все эти объекты можно будет прийти бесплатно по паспорту болельщика Олимпиады 2014. Железная дорога в объезд Краснодара официально открыта. Новая магистраль позволит разгрузить главную станцию Кубани – Краснодар-1. Все транзитные товарники теперь пойдут в обход. Масштабный проект имеет значение не только для Краснодарского окраина, но и для всего юга России. Всего за два года появились две новые станции из 65 километров рельсов и шпал. Новую ветку построили в короткие сроки и по самым современным технологиям. На официальном открытии присутствовали заместитель председателя правительства России Максим Акимов и губернатор края Вениамин Кондратьев. Почти два года строительства, десятки мостов и разъездов, миллионы шпал и тысячи бетонных блоков. Железная дорога протяженностью 65 километров соединила сразу три рая на Кубани. Долгожданная магистраль открыла новые возможности не только для экспортного потенциала региона, но и для развития экономики всей страны. Сегодня официальный старт движению грузовых поездов дали вице-премьер России Максим Акимов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Грузовые составы в объезд краевой столицы будут ходить от станции Козырьки в районе Кореновска до новой станции Гречаная в районе Тимашевска. Новая ветка направлена на то, чтобы разгрузить Краснодарский железнодорожный узел. Если раньше нефть, газы, серы везли через кубанскую столицу, то теперь половину проходящих товарных поездов пустят в обход города. Составы смогут быстрее доставлять груз Козово-Черноморским портом. На объекте трудились около двух тысяч строителей в две смены. Максим Акимов благодарил всех за качественную работу. Как отметил заместитель председателя правительства, сегодня завершили реализацию одного из ключевых транспортных проектов страны. Это исключительно важный для страны проект. Он важен не только для края, он важен для всех регионов России, потому что груз, который следует в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, рождается во всех уголках нашей Родины, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. В общем, здорово. Я вас поздравляю с завершением работы. Хочу искренне сказать вам большое спасибо всем, кто принимал участие в этой большой работе. Особое значение новая магистраль имеет для жителей Краснодара. Городские ЖД-переезды разгрузятся, а значит увеличится пропускная способность. И автомобилисты будут реже стоять перед закрытым шлагбаумом. Как отметил Вениамин Кондратьев, железнодорожный обход Кубанской столицы – это огромный шаг вперед. Новый путепровод позволит развивать систему пригородного транспорта, а также поможет связать с центром отдаленные микрорайоны. Грузовые поезда пойдут теперь вокруг Краснодара. Для нас это важно, потому что пересечения железнодорожных путей с автомобильными как раз и являлись в том числе определенным затором. И сегодня можем смело сказать, что, конечно, это будет способствовать решению тех транспортных проблем, в том числе пробок высокобальных, которые в Краснодаре существуют. Но самое главное – это железнодорожная инфраструктура будет использоваться для того, чтобы мы привязали микрорайоны Краснодара к центру и пригородные районы Краснодара к самому Краснодару посредством наземного метро. Этот вариант сегодня прорабатывается. Я думаю, он также будет совместно с российскими железными дорогами реализован. Общий объем инвестиций в проект составил около 150 миллиардов рублей. Также были построены новая станция Кирпили и разъезд Бесужек. До сегодняшнего дня по железнодорожному обходу Краснодара было открыто рабочее движение, то есть по рельсам ездил исключительно строительный транспорт. Реализация такого масштабного проекта была завершена на год раньше – намеченного срока. В каждом проекте есть золотое звено. Вот эти 65 километров на 10 часов сократят срок передвижения грузов. Это очень важно для экономики нашей страны. Это дополнительные налоги, это дополнительная возможность работы. При этом обход построен по самым современным экологичным требованиям. Уникальность железнодорожной ветки в том, что по ней можно проехать без остановок. 65-километровый участок нигде не пересекается с другими транспортными артериями. При этом строительство железнодорожного полотна никак не помешало работам на полях. Новая железнодорожная ветка проходит по аграрным землям, но специально для фермеров и сельхозтехники строители возвели наземные проезды, чтобы комбайны и тракторы смогли свободно перемещаться с одного поля на другое. Железнодорожный обход Краснодара – всего лишь часть комплексной программы. В ближайшие два года, чтобы ускорить доставку грузов к морю, планируют проложить еще более 200 километров путей. Вице-премьер России вместе с главой Кубани проехались по новому ЖД-участку. По дороге в Краснодар Вениамин Кондратьев представил Максиму Акимову проект экспортно-импортного хаба. Он должен объединить 9 портов и 4 аэропорта. Губернатор Кубани обратил внимание на необходимость создания единой транспортной логистики. В частности, рельс зашла о подъездных путях к перевалочным терминалам в портах края. Сегодня, безусловно, мы должны выработать единую транспортную логистику и логистику перевалки грузов собственных портов. Каждый из них строят те или иные терминалы по перевалке, чего бы ни было. Конечно, они будут нуждаться в дополнительной транспортной инфраструктуре. Огромная просьба к вам, Симусеевичу, правительству России, все-таки создать правовую базу для того, чтобы мы могли четко понимать принципы дальнейшего развития и инфраструктуры, экспортно-импортного хаба портов юга России. Приоритеты перевала, по большому счету. И вот здесь прозрачность, в том числе, со стороны государства, потому что еще с подчеркиванием, что дороги все проходят через территорию гражданского края, как к этим портам. И здесь тоже должны согласиться, где собственная экономика будет прозрачна, подойдя к инвесторам. Мы готовы подготовить паспорт проекта. Единственное, представить вам на согласование и дальнейшее утверждение уже мощного современного экспортно-импортного хаба портов юга России. Созданием паспорта проекта интеграции хаба с национальными проектами займется специальная рабочая группа. Масштабный перегрузочный узел должен обеспечить совершенно иные возможности для экспорта продукции кубанских производителей на мировой рынок. Яна Бузычкина, Денис Перец, Виктор Чаусов, Кубань-24, Кореновский район. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 8 февраля в Сочи переменная облачность, временами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем 12-14 градусов выше нуля. Завтраки, обеды и ужины в кафе «Кось-Кось». Уютно как дома, вкусно как у бабушки. Лучшие блюда кубанской кухни «Кось-Кось» напротив главпочтамта «Воровского-4». Чтобы были сытыми и здоровыми. В центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники. Кафе кубанской кухни «Кось-Кось». «Воровского-4». Вкусно, как дома. В краевом арбитражном суде сегодня подвели итоги работы за прошлый год. В совещании приняли участие губернатор Внямин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко и начальник управления ФСБ края Игорь Колосов. В Сочи начался прием заявления на летнее оздоровление детей. Он проводится в Управлении социальной защиты населения. Ежегодно в город Сочи поступает более тысячи путевок для отдыха и оздоровления юных горожан. И более 700 из них именно в летний период. Для того, чтобы дети летом попали в лагерь, родителям необходимо обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. Путевка выделяется бесплатно в рамках государственной программы «Дети Кубани». Ею могут воспользоваться дети от 7 до 15 лет включительно. Ограничений нет. Сколько будет подано заявок, столько и выдадут путевок. Как правило, лагеря – это здравницы Краснодарского края. Мы предоставляем путевки и в Геленджик, и в Новороссийск, Анапа, Туапсе. То есть это все наше побережье. В прошлом году через Управление в лагерях оздоровились порядка 127 детей. И порядка 30 детей поехали самостоятельно в санатории по направлениям, то есть по профилю их заболевания. Можно также получить путевки с лечением в санаториях Краснодарского края по направлению врача. Совсем юные сочинцы отправятся туда в сопровождении родителей. По всем вопросам можно обращаться в районное управление соцзащиты города Сочи. В Сочи летом запустят три туристических проекта. На курорте откроют туристко-информационный центр, разработают пешие маршруты и введут скидочную карту. Об этом сообщил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергей Дамарат на региональном турфоруме в Екатеринбурге. По его словам, туристко-информационный центр займет павильон около 40 квадратных метров рядом с улицей Новогинской. Помимо консультирования и оказания информационных услуг, там помогут забронировать номер в отеле или арендовать автомобиль, а также будут продавать сувенирную продукцию. В центре будет единый интернет-портал и телефон колл-центра. Второй проект – это создание пеших туристических маршрутов. Уже разработано три в каждом районе. Сформированы они в виде схемы. На их протяжении установят навигационные указатели, на которых будет карта, надпись «Вы находитесь здесь» и QA-код. С помощью которого можно получить информацию о геолокации и достопримечательностях. Маршруты появятся к июню. На курорте также появится карта лояльности «Твой Сочи», которая позволит получить скидку в различных учреждениях. Она будет доступна в санаториях, отелях, кафе и ресторанах. Помимо этого, туристы получат бонусы, которые смогут потратить, сообщает ТАСС. В Краснодарском крае выросли цены на вторичную недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась на 6,9% и достигла 58 285 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен. За год они увеличились на 5% и составили 50 428 рублей. К таким выводам пришли эксперты Авито-недвижимость, проанализировав рынок вторичной недвижимости в России. Как и в большинстве регионов России, в Краснодарском крае цены повысились и сейчас составляют 29% от средней стоимости квадратного метра в Москве. Снижение зафиксировано в единичных регионах, среди которых Тюменская и Челябинская области. Последняя стала единственным регионом, ценник в котором не преодолел отметку в 30 тысяч рублей за квадратный метр и составил лишь 14% от столичного ценника. Именно Челябинская область стала регионом с самой низкой стоимостью. Сочинскую молодежь учат предпринимательству в бизнес-инкубаторе. В новом креативном пространстве города свои идеи взращивают, а потом и реализуют старшеклассники и студенты. Уже сегодня на рассмотрение инвесторов начинающие бизнесмены готовы предоставить 31 бизнес-проект. Все подробности у Татьяны Говорковой. В прошлом году в Сочи прошел пилотный этап федерального проекта «Венчурный акселератор». Трое сочинцев стали победителями и продолжают удачно воплощать свои идеи в жизнь. В этом году запущен новый проект под названием «Бизнес-инкубатор Мори. Идеи». Здесь готовят глобальные проекты к инвестициям. Это достаточно плотный большой курс теоретических знаний в области формирования бизнес-процессов. Это формирование бизнес-моделей, финансовой модели, это работа с экспертами, это работа с так называемыми трекерами, которые в процессе всего акселератора ведут каждый стартап до того финиша. В проекте реализуются две акселерационные программы. Первую запустили в январе и 14 февраля. Стартаперы представят инвесторам 31 готовый бизнес-проект в различных направлениях от фэйшн-индустрии до чат-бота-юриста. Их авторы – это более 20 сочинцев – станут резидентами бизнес-инкубатора, который базируется в зданиях сочинского государственного и международного олимпийского университетов. Здесь будущие бизнесмены начинают свои первые шаги, а помогают им опытные наставники. Мы как раз создали вот это место для того, чтобы ребята, выпускники университета не боялись открывать свое первое дело. И наши преподаватели, наши трекеры, менторы, которые работают с ними, системно, каждый день, вот мы открыты, люди приходят не только в рамках акселерационной программы, которая сейчас проходит вот это интенсивно, но и просто в любой день может прийти каждый студент и сказать, а у меня есть бизнес-идея. И мы, конечно, поможем ему от бизнес-идеи. Интересную и глобальную бизнес-идею инвесторам представит и третикурсница факультета рекламы и связи с общественностью Сочинского госуниверситета Нурия Латыпова. Долгое время ее семья занималась пчеловодством. Нурия решила подумать о диких пчелах и после тщательной подготовки реализовала проект по продвижению отелей для пчел. Подобные необычные строения из подручных материалов есть в Париже и ряде других зарубежных стран. Появлению столь необычных гостиниц поспособствовал целый ряд причин. В первую очередь, в последние годы отмечается снижение количества насекомых опылителей за счет исчезновения привычных мест обитания и интенсивного использования пестицидов. Основка у нас нормальная в принципе, но если сделать еще лучше, то будет еще лучше, естественно. Тем более сейчас забота уделяется именно только пчелам, которые приносят мед, а диких пчел чаще всего забывают. Они, между прочим, впервые всех просыпаются в спячке и разносят пыльцу по всем первым растениям, которые у нас растут в Краснодарском крае. Это будет такой проект масштабного характера, то есть не только будет локализован в Сочи. Вторая бесплатная программа стартует в сентябре. До этого пройдут мастер-классы и другие мероприятия с участием большого пула наставников – представителей сочинского бизнеса. Всю информацию можно найти на сайте sochistartup.ru. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Всероссийская неделя охраны труда пройдет в Сочи в апреле. Состоится традиционное мероприятие в главном медиа-центре и будет юбилейным. Ежегодному и единственному событию такого масштаба в стране исполняется пять лет. Замминистра труда и социальной защиты России Григорий Лекарев напомнил, что 2019 год является годом столетия Международной организации труда. Все чувствуют, что сфера труда претерпевает серьезные изменения, особенно в последние 15-20 лет, когда происходит цифровизация экономики. Это, безусловно, несет новые возможности, но и новые опасности и риски. Их надо выявлять, отметил Лекарев. Нужно применять инновационные средства защиты работников, защищать их права при дистанционной и удаленной работе. Обсуждения в рамках сессии деловой программы будут проходить в четырех тематических направлениях. Регулирование в сфере охраны труда, новации в управлении охраной труда, культура безопасного труда и современный специалист и руководитель по охране труда. В рамках недели традиционно пройдет 10-я международная выставка по промышленной безопасности и охране труда, которая займет более 7,5 тысяч квадратных метров экспозиции. Будут развернуты консультационные пункты МЧС России, Роструда, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. Впервые на площадке недели будет организована работа практических стендов, целью которых является обучение и инструктирование по вопросам охраны труда. Сочинец Максимилиан Попов занял третье место в мировой серии по картингу. Серии одноэтапных и многоэтапных картинговых турниров, которые проходили в Италии, ежегодно собирают сильнейших картингистов мира с целью помириться с силами перед началом основных соревнований. В классе мини-60, это дети до 12 лет, принимали участие 88 пилотов из 29 стран мира. Бронзовая награда, Максимилиана Попова – это лучший результат в истории сочинского картинга. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.